Поход в магазин за продуктами сейчас становится, пожалуй, одним из самых доступных развлечений. Гипер и супермаркеты работают, введены лишь временные ограничения. Покупатели смогут отовариться в течение дня с 10 утра до 10 вечера. В самих торговых точках также появились правила, которые требуются неукоснительно соблюдать. Примеры о реализации хлебобулочных изделий необходимо производить в упаковке и иных продуктов питания, за исключением овощей и фруктов, в фасованном виде. В торговых залах и иных помещениях обязательно санобработка. Введен усиленный дистанционный режим. Каждые три часа обрабатывается средствами стулья, столы, поручень эскалаторов, лестничные площадки, лифты и полы. Также рекомендовано им установить тепловизоры на действующих входах для постоянного мониторинга состояния посетителей. Мы настоятельно рекомендуем на территории торговых домов покупателям ошлять только в масках. К дополнительным требованиям относится регулярное проветривание, недопущение образования очередей больше пяти человек. Раз в сутки дезинфекция должна проводиться и на прилегающей территории. Обязательное наличие санкомплектов для обработки рук. Развлечься в эти дни в других местах актюбинцам теперь будет крайне проблематично. Приостановлена деятельность торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, театров, выставок. Туда также в этот список попал кальяны, королки, ванные комплексы, сауны. Им также эта деятельность перестановлена. Касательно работы общепита, кафе и ресторанов. Они работают у нас до 22 часов. С количеством посетителей не более 50 человек. Под запретом все массовые, спортивные, культурные и семейные мероприятия. То есть посетить кафе или ресторан небольшой компании можно. А вот то и свадьбы, и садака заказать уже не получится. Задача режима ЧП – не допускать массовости. Мониторить ситуацию власти будут ежедневно. За вчерашний день, к примеру, было проверено 78 объектов бизнеса, 11 получили предписание. Административные материалы на владельцев трех заведений уже направлены в суд по статье 476 «Нарушение режима ЧП». Также в городе действует оперативный штаб, куда можно обратиться за всеми разъяснениями, жалобами и предложениями по номеру телефона горячей линии 106. Ирина Гудь, Жаслан Жабаев, программа «Факт». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...